Приветствую вас, и для начала давайте начнем с того, что сказали. Ваши родители, они винили себя с вами гиперопекающие, в результате чего они не сделали вам ничего хорошего. Они в большей степени навредили вам, потому что мешали построить социальные связи, определить свою роль и, в общем-то, породили вас некоторые комплексы. Теперь вам необходимо понять самому в первую очередь, что их мнение случить не нужно. Они кричат, потому что у них был свой план в отношении вас. Они кричат, потому что у них было стремление сделать вашу жизнь такой, какой они представляли, не вы, а они. И они это делали. Они хотели, чтобы вы жили с ними, чтобы вы были с ними, чтобы вы были тем, кем они хотят вас видеть. Вы сейчас понимаете, что то, чего они хотят и то, чего вы хотите вы, скажем так, различаться. И для того, чтобы обрести самостоятельную вот линию жизни, ну, надо в первую очередь определить свои интересы, свои цели, свои задачи и последовательно их выполнять. Если угодно, составить четкий план, чтобы не отклоняться от него. Второе. В процессе интересов в обязательном порядке у вас будут появляться партнеры. И с этими людьми вам необходимо строить общение. Опять-таки, на основании своих ценностей, идеалов и стремлений. То есть, сперва мы определяем это с тем, что для вас ценно, что для вас важно, что для вас интересно, к чему у вас есть склонности и способности. Далее определяем, как вам это все реализовывать, и начинаем действовать. В обязательном порядке следует проработать ваши комплексы, в том числе не уверенно в себе. Для того, чтобы быть менее уверенным в себе, необходимо, собственно, почувствовать успех от того, что делаете лично вы. Поставить себе наиболее выполнимую для вас задачу и успешно ее выполнить. Это надо вам понять, что вы достойны, что вы можете что-то сделать, что вы справитесь, что вы успешны. Далее. А поскольку речь сейчас идет о социальном становлении, то в первую очередь нужно сказать так, что люди для вас, как и для социального субъекта, они воспринимаются как средство для осуществления ваших задач. То есть, чтобы познавать новое, чтобы взрослеть, чтобы понимать себя, нужно понять других. Поймете других, поймете себя. Книги этого не дадут. Форумы? Форумы могут быть отчасти, но в действительности нет. Только общаясь с другими людьми на определенные темы, и пусть этими темами будут интересы ваши, только общаясь с людьми, можно лучше понимать их, а значит понимать себя. Именно в таком контексте вы и выстраиваете свое поведение. В одиночестве, в отвлеченном, уединенном чтении каких-то материалов, даже правдивых, даже профессиональных, толку нет. Если вы не получаете живого общения, живого опыта, живых впечатлений. На этом, наверное, можно закончить, потому что проблема ваша, она кроется в заниженной самооценке, поэтому нужно повышать, каким путем я уже сказал. Проблема ваша кроется в отсутствии коммуникационных навыков. Коммуникационные навыки тоже нужно развивать. Развивать нужно путем, опять-таки, как бы сказать, акцента на своих интересах, на том, что вам нравится, на том, что вам интересно, к чему у вас есть склонности и так далее. Уверенность в себе за счет, значит, успешности деятельности, это необходимые условия для вашей жизни. И более четкого разбора детско-родительских отношений, понимания того, что желания ваших родных – это не ваше желание, что они хотят как лучше для вас, но не понимают, что действительно для вас лучше. И проработка этих отношений более детально, то есть, вам необходимо лучше понять их, что и медведи, что они хотят тем самым сказать, почему они так себя вели с вами. Все это требует осознания и понимания. А вам необходимо перейти из стадии сознания себя до… нет, не так. Из стадии, когда вы просто замечаете, что происходит с вами, до стадии самосознания. Так правильно сказать. То есть, в стадии, когда вы могли бы дать отчет самому себе о том, что с вами происходит и почему. Вот выявление причин ваших состояний поможет вам самостоятельно регулировать их и направлять их наружу. Возможно, требуется проработка волевого аспекта, то есть, принятие волевых решений, поиск мотивационных сфер, расширение мотивационного поля, собственно говоря, тренировка внимания, фокусировка на том, что важно вам, чем на конкретном, не распыление внимания и так далее. Если поймете, почему родители ведут себя именно так, а не иначе, то вам будет легче с ними оживаться. Вы просто не будете реагировать на них вообще никаким образом, и они очень быстро поймут, что их поведение, оно ни к чему не приводит, и либо будут монотонно, как обязанность отрабатывать данное поведение, данный алгоритм, либо его изменят и просто перестанут общаться с вами, разочаровавшись, возможно, что-то вам доказать. Но им доказывать вам ничего не нужно, как и вам, потому что у вас своя жизнь, а у них своя. То, что нужно, это проработать свои строки, комплексы, избавиться от влияния родителей как можно лучше и сформулировать свои цели, задачи и план. А также учиться общаться и понимать, какую социальную роль вы хотите занимать в обществе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Могу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Благодаря.